Мяч С удовольствием играют в него и взрослые Но лишь художественная гимнастика Подняла мяч до его художественного совершенства Правила судейства, следовательно и техника владения предметом Предусматривает плавный постепенный переход От его свободного движения к движению в руке Пластичность, мягкость переходов характерны для упражнений с мячом Можно выделить пять основных групп движений в упражнениях с мячом Это броски и ловли Махи и проводки Балансировка мяча Отбивы Каты Итак, броски и ловли Это фундаментальная группа, одна из самых трудных Ведь при выполнении бросков и ловли Исключается жесткий хват Мяч лежит на ладони, будто в лунке Без захвата пальцами Кисть округлена, обволакивая мяч Большой палец и мизинец слегка раскрыты Что повышает устойчивость мяча на ладони Бросковые движения требуют от гимнастки Умение разграничивать пространственные, временные и силовые характеристики движения Точно оценивать траекторию полета мяча Броски исполняются махом, толчком, подбивом Наиболее часто используются броски махом В технике бросковых движений выделяют фазу замаха Полуприсед Рука с мячом отводится назад Мяч слегка прижимается к предплечью Разгибая ноги, рука активно движется по дуге вперед-вверх Важно выполнить бросок подушечками пальцев Не подкручивая мяч, чтобы избежать сильного вращательного движения в воздухе Что, несомненно, усложнит его ловлю Не следует смотреть на мяч во время выполнения замаха Взгляд должен быть направлен на точку вылета Броски выполняются прицельно С фиксацией глазами направления будущего полета мяча Как мы отмечали, броски махом Самый распространенный тип движения Он хорошо сочетается с элементами без предмета Броски толчком встречаются в композициях значительно реже Они носят связующий характер Высота вылета предмета обеспечивается активным движением руки, ног или другой части тела Еще один тип бросковых движений Отбивом При выполнении этих упражнений важна точность и правильность предварительного броска Чаще всего махового, без сильного вращательного движения мяча Во время отбива удар должен приходиться по диаметру мяча Бросковые движения неотделимы от приема мяча, его ловли Важное значение в отработке техники приема мяча имеет работа с тренером или партнером КОНЕЦ Для точной ловли предмета спортсменке необходимо перемещаться за мячом со скоростью его горизонтального движения Ловля осуществляется с ярко выраженной формой амортизации Гимнастка опускает руку вместе с мячом Проводит его по направлению движения Прием осуществляется перекатом мяча с пальцев на ладонь С одновременным опусканием всей руки вниз Что позволяет избежать ошибок, захватах лобка, потери предмета Полуприсед облегчает прием мяча Наибольшая трудность возникает при приемах мяча после высоких бросков в перевернутых положениях Здесь значительно осложняется ориентировка в пространстве без зрительного контроля Специальные тренажеры значительно облегчают формирование навыка ловли предмета Ускоряют процесс обучения Зрительные ориентиры, тренажеры способствуют быстрому развитию точности двигательных действий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выполнение махов и проводок требует хорошей подвижности в суставах В особенности в лучезапясных и плечевых Выкрут Наиболее типичное базовое движение этой группы Ладонь повернута вверх Это положение сохраняется на протяжении всего движения Хорошая координация, мягкость, эластичность, целостность движения округлой руки и тела Позволяет без ошибок исполнять элемент Обволакивающее мягкое движение кистью определяет правильное воздействие Выполнение кругов и обкруток Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любое удержание мяча без захвата сопряжено с элементом балансировки В последнее время это движение выделилось в самостоятельную группу И применяется как украшательство в позах и как связующий элемент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбивы являются разновидностью бросков И выполняются толчком с последующими ударами о пол Отбивы могут быть многократными И одинарными В композициях они чаще всего несут связующую функцию Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна фундаментальная группа движений в упражнениях с мячом Каты Каты по полу сами по себе не сложны Если, конечно, не сочетаются с замысловатой работой тела Мяч легко, мягко скатывается с ладони через пальцы, которые касаются пола, чтобы избежать подскоков Подскоки наказываются правилами соревнований А вот каты по телу весьма сложны и разнообразны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассмотрим технику наиболее типичных катов Кат из руки в руку по груди Легким толчком пальцев гимнастка придает мячу движение Подъемом руки регулируется скорость предмета Кат выполняется по ее внутренней стороне Обратите внимание на небольшой наклон туловища назад и выведение руки вперед в сторону Освоение катов кропотливое, требующее терпения работы Тренировки можно начать у стены Так учебный процесс протекает эффективнее и быстрее Работа перед зеркалом облегчает контроль за движением предмета В особенности при воспитании красоты и выразительности движений Знакомая нам балансировка мяча Это прекрасное подготовительное упражнение для освоения техники катов Для совершенствования в тренировочном процессе Применяется работа с двумя-тремя мячами Элементы жонглирования Броски мячей разного веса Применяется работа с двумя-тремя мячами Применяется работа с двумя-тремя мячами Не самоцель в художественной гимнастике Однако высокий уровень технического совершенства Позволяет гимнасткам создать музыкальный и художественный образ Как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok